Переходим к выводу формулы синуса суммы и разности двух углов. Давайте я вам напомню для начала те формулы, которые мы с вами получили на прошлом уроке. А именно, первая формула, которую мы вывели, это была формула косинуса разности. Давайте ее вспомним. Косинус разности двух углов альфа минус бета – это косинус альфа на косинус бета плюс синус альфа на синус бета. Давайте обозначим ее, возьмем, обозначим ее, эту формулу номером 1. Далее, и мы с вами на основе косинуса разности получили еще одну формулу, а именно формулу для косинуса суммы. Косинус суммы двух углов. Косинус суммы у нас получился равен косинус альфа на косинус бета минус синус альфа на синус бета. Эту формулу давайте запишем под номером 2. Теперь непосредственно переходим к выводу синуса суммы и синуса разности двух углов. Давайте начнем, например, с синуса суммы. Итак, как же можно получить синус суммы? Давайте запишем, синус, например, суммы двух углов нам необходимо получить синус суммы двух углов. Давайте буквально 2-3 урока назад мы с вами получили простейшие формулы приведения, которые нам сейчас помогут вывести синус суммы. А именно, по формуле приведения, давайте я вам вот внизу напомню ту формулу, которую мы сейчас будем использовать. По формуле приведения синус угла 90 градусов минус, например, фи равен косинусу фи. А косинус 90 градусов минус, минус фи равен синусу фи. Давайте посмотрим, что можно сделать. Вот на самом деле нам нужен синус суммы, синус какого-то угла, то есть нам нужен. Но у нас есть формулы только для косинусов похожих углов. Поэтому нам необходимо попробовать перейти от синуса к косинусу. Предположим, что вот эта сумма это какой-то угол фи. Тогда можно записать, давайте я пока уберу это. Тогда можно записать, что можно представить синус этого угла как бы фи, вот этой суммы, как косинус 90 градусов минус этот угол фи, то есть минус альфа плюс бета. Давайте это проверим. Вот предположим, альфа плюс бета это какой-то угол фи, то есть сумма равна фи. Ну и тогда, естественно, вот это тоже равно фи. Тогда мы с вами получим формулу, что синус фи равен косинус 90 минус фи. Да, действительно есть такая формула. Посмотрите, вот она, последняя. То есть косинус 90 минус фи действительно равен синусу фи. Таким образом, данная формула верна и она нам сейчас поможет для получения синуса суммы. Итак, пишем синус суммы альфа плюс бета. У нас будет равен косинусу. И теперь давайте немного перепишем вот эту разность, чуть-чуть перепишем по-другому. Сейчас будет видно, для чего мы это сделаем. То есть давайте раскроем скобки. Раскроем скобки и у нас тогда получится 90 градусов минус альфа и минус бета. Минус перед скобкой, это значит, знаки внутри скобок меняются на противоположные. В итоге мы получили вот такой косинус. И давайте окончательно запишем следующим образом. То есть представим 90 минус альфа, как это одно слагаемое, до минус второе слагаемое минус бета. Ну и теперь мы с вами имеем косинус разности. Почему косинус разности? Потому что смотрите, вот это вот у нас не что иное, как первый угол, например, у. А вот это второй угол, в. То есть у нас получается косинус у минус в. То есть косинус разности. А косинус разности у нас есть. Вот он вверху под номером 1. То есть косинус разности у нас есть. Только вместо альфа у нас 90 минус альфа. А вместо бета у нас так и остается бета. Поэтому в данном случае мы можем применить к косинусу разности вот эту формулу под номером 1. Давайте с учетом этого запишем то, что у нас получится. В итоге у нас получается следующее. Косинус это первый угол минус второй угол. В итоге у нас получается следующее. Косинус разности это косинус на косинус плюс синус на синус. То есть пишем косинус первого угла, а первый угол это 90 минус альфа. Далее, на косинус второго угла, то есть на косинус бета остается, плюс синус первого угла, а это 90 градусов минус альфа, умножить на синус второго, а это синус бета, равно. Что у нас получается дальше? А теперь посмотрите сюда внимательно. Вот у нас косинус 90 минус альфа. К чему равен косинус 90 минус альфа? Вот опять мы возвращаемся к формуле переведения. Косинус 90 градусов минус фи равен синусу фи, а значит косинус 90 минус альфа равен синусу альфа. Таким образом, вместо косинуса 90 градусов минус альфа мы можем писать синус альфа. То есть получается у нас синус альфа на косинус бета. Плюс. Теперь синус 90 минус альфа. синус 90 минус α у нас тоже есть, вот он внизу, и он равен косинусу α. То есть получается синус 90 минус α равен косинусу α, поэтому запишем косинус α на синус β перепишем. Таким образом, окончательно мы с вами получили такую формулу, то есть синус суммы получился равен вот такой сумме, синус α на косинус β плюс косинус α на синус β. Давайте теперь получим еще одну формулу, а именно мы получим формулу синуса разности. Синуса разности двух углов α минус β. Синус разности можно получить из только что полученной формулы для синуса суммы. Каким образом? Вот посмотрите. Мы можем эту разность нашу заменить на сумму, то есть записать эту разность следующим образом. синус α плюс, а вот этот минус забрать в сам угол, то есть получается плюс минус β. И у нас получился уже синус суммы двух углов. Первый угол α, а второй вот этот угол минус β. То есть по сути дела мы сейчас можем для нахождения синуса разности использовать только что полученную нами формулу для синуса суммы. Для синуса суммы. А синус суммы это у нас синус на косинус плюс косинус на синус. Поэтому окончательно мы сразу получим следующее. То есть синус первого угла на косинус второго, а в качестве второго у нас минус β. Значит получается на косинус минус β. Далее плюс косинус первого угла, то есть косинус α на синус второго, а второй угол у нас минус β. Ну и теперь окончательно получим для синуса разности следующее выражение. Вот посмотрите, у нас в первом слагаемом косинус минус β. Но косинус минус β, тоже два урока назад мы уже это значение косинуса находили, у нас получился косинус β. То есть косинус минус β равен косинусу β. А это значит первое слагаемое можно переписать в виде синус α на косинус β. На косинус β. Ну и последнее слагаемое. Вот посмотрите, у нас синус минус β. Это тоже мы находили. Синус минус β равен минус синус β. Поэтому этот минус можно вынести вперед и у нас получится минус косинус α на синус β. То есть окончательно получили мы синус разности вот в таком виде. Все. Задача решена.